Как мы вышли не из отельного бизнеса, то мы получились очень динамичной компанией. Почему бы в отельной сфере это не попробовать? И тем самым мы на 30% уменьшили процент отмен. Замок, с помощью которого я попал в этот номер, передал мои данные на телевизор. Мы работаем нестандартно. У нас дистанционная система обучения персонала. И фактически мы сделали такую систему, что люди учатся сами. И понимаешь, что это не просто замочек, который открывается, а это целая бизнес-модель. Это реально ребенок, которым он может быть грубым, он может быть мягким. Имейте определенные здесь преимущества, потому что у вас уже есть точка входа в этот технологический процесс, который меняет игру в индустрии. И мы уже поняли, что по стандартам наши директора отрабатывают лучше, чем мы, как даже владельцы, собственники бизнеса. И немногие могут похвастаться 90% загрузки, как у вас. То есть что-то здесь есть такое, что как будто вы не договариваете. Мы уже привыкли, короче, давайте дальше. Друзья, в последнее время много говорят о технологиях современных, типа искусственного интеллекта, виртуальной реальности, роботизации и других, которые в скором времени изменят и на самом деле уже меняют нашу отрасль. Но дело в том, что менять ее будут не сами технологии, а бизнес-модели, которые создаются на базе использования этих технологий. И вот сегодня с одной такой бизнес-моделью я в этом выпуске хочу вас познакомить. Она создана при использовании технологии Room Sharing по принципу известной модели Car Sharing, но только при использовании гостиничных номеров. Вот за моей спиной находится отель Норки на улице Сретенка в Москве. И я сейчас попробую на себе испытать эту технологию, заселиться при помощи технологии Room Sharing, а в самом выпуске поговорить с основателями и руководителями этой компании для того, чтобы посмотреть, а как она меняет нашу индустрию. Мне прислали специальный код на телефон, с помощью которого я попытаюсь зарегистрироваться в этом отеле. Здесь понадобится паспорт, он у меня готов для того, чтобы сделать селфи, чтобы меня система сверила, что я настоящий человек живой. И с паспортом. Все готово. Пойдемте внутрь. 41-40. О! Вот наш номер, 28-й. И сейчас попробуем открыть этот замок с помощью телефона. Что-то зашел в сало. Вуаля! Есть телевизор, есть кровать, есть диван. Есть даже Алиса. Алиса, привет! Расскажи, пожалуйста, об этом отеле. Здесь, обратите внимание, даже есть мое имя. То есть, похоже, замок, с помощью которого я попал в этот номер, передал мои данные на телевизор, который меня здесь встречает и приветствует. Ну что, мы в номере отеля Норкия Сретенская. И сюда попали с помощью технологии Room Sharing. Ребята, привет! Добрый день! Давайте в первую очередь выясним, что из себя представляет управляющая компания Норки. То есть, что у нее за концепция, в чем ее конкурентные преимущества и в чем ее технологичность. Хорошо, давайте начнем тогда с истории этой компании, для того, чтобы понять, как мы пришли к автоматизации, к технологичным процессам. Началась она в далеком, в 2017 году, когда мы с мужем решили, что нам нужно еще двух детей родить. А вы муж и жена. Да, мы муж и жена. Друзья, вот прекрасный пример семейного бизнеса у нас сейчас. Для этого понятно, что мне было скучно бы работать, не работать из дома. И муж предложил, он говорит, давай возьмем в том ЖК, где мы живем, несколько квартир в ипотеку, и ты будешь заниматься их посуточной арендой. И тебе будет не скучно. Но мне стало совсем не скучно, потому что за полтора года этих квартир стало 50, и мы стали одной из самых крупных сетей посуточных квартир в Петербурге. Вот. И в этот момент мы захотели масштабироваться. Более того, некоторые наши владельцы квартир решили, что мы могли бы масштабироваться в Москве. И мы приехали и стали строить наши первые отели. За год построили два отеля, запустили третий отель в пандемию. Это было очень веселое время. Ребята жили на стройке. Мне кажется, мой муж и гендиректор тоже жил на стройке, запускал отель. Потому что нельзя было перемещаться по Москве. Но, тем не менее, в пандемию был запущен отель, 107 номеров. При этом первые два отеля уже были загружены на 90%. То есть, когда все мучились тем, где найти хоть какого-то гостя для отелей, у нас была прекрасная загрузка, потому что мы перешли в формат апарт-отелей сразу же. То есть, каждый жил в своей студии, прекрасно изолировавшись от других. И это нам дало возможность, не потеряв ни одного человека персонала, пережить, собственно, пандемию. Давайте сразу уточним, чтобы было понятно зрителям. Вот вы говорите, занимались посуточными квартирами. В какой-то момент их стало много. И вот приехали в Москву и стали строить отели. Ну, то есть, что, на свои деньги? На деньги инвесторов. А, то есть... И на свои тоже, да. А что вы предлагали инвесторам? Что за продукт в этот момент предлагали? Ребята поняли, как мы... Мы все сняли у них этаж в Петербурге и провели полностью реновацию. Этажа, это были ужасные помещения. Мы из них сделали достаточно достойные квартиры. Причем буквально за несколько месяцев. Вот. И ребята предложили нам масштабировать все то же самое в 10 раз. То есть, на 10 этажах провести глобальный ремонт. Вот. У моего мужа оказались прекрасные строительные способности. Вот. И он, собственно, стал заниматься redevelopment зданий. Вот. На текущий момент у нас уже, по-моему, восьмой проект именно нашего redevelopment идет. Вот. То есть, вы, извините, вы предлагаете какие-то строительные стандарты. Правильно я понимаю? Да. Мы стандартизировали... Управление, бренд. Что вот, ну... Почему инвестор приходит, пришел в какой-то момент к вам? Ну, по строительным стандартам мы сразу себе поставили, как так, такие маячки. То есть, первое, путешествуя, опять же, сам путешествую по отелям, то есть, меня всегда не устраивала звукоизоляция. Крайне. То есть, наверное, в 90% отелях это плохо. Вот. И те проекты, которые именно мы сами делаем, development или redevelopment, мы себе прямо за правило сделали, что звукоизоляция должна быть, ну, не идеальная, но близка. То есть, это не дешево, потому что, скажем так, этот пирог стены, он стоит достаточно дорого. Но при этом, то есть, вот, можем даже сейчас потом есть этот отель, можем там съездить, можно включить в соседнем номере музыку на полную, и вас не будет слышно. То есть, как бы, это такое, я сказал так, это прямо вот, мы себе поставили прямо точка. Вот. Обязательно мы решили, что у нас необходимо, чтобы в номере была кухня, вот. Это, как раз, нас спасло вот в пандемию, то есть, буквально к нам люди заехали, стали жить в долгую, там, все. То есть, как бы, и мы, снизив, ну, скажем так, оплату, то есть, определенного уровня, но мы не просили, мы не ушли в минус, мы сохранили персонал, все, скажем, наши инвесторы, и там, если были арендодатели, они были довольны, чтобы мы не минусовали, они не минусовали. Вот, наверное, вот в этом было, скажем так, основное преимущество именно вот на тот период времени. Плюс очень, скажем так, тонко мы подходим именно к оптимизации пространства номера. То есть, даже, то есть, благодаря, то есть, обычно номер стоит чуть по другой концепции, мы делаем так, что номер, допустим, совмещаем кухню, ну, кухню, кухоньку, да, в самом номере с проходной зоной. То есть, получается, она не съедает жилое пространство, но при этом достаточно комфортно в ней работать и находиться. Благодаря тому мы можем формировать меньшую площадь номера, но при этом не ухудшая его эргономику. Также очень, скажем так, ну, с душой подошли к именно к организации самого санузла. То есть, мы тоже делаем его на меньшей площади в целом. Вот, все в рамках, скажем так, стандартов, но на меньшей. И у нас получилось, что мы смогли, вот, за счет санузла, за счет, вот, проходной технической зоны зонирования, то есть, номера, мы могли сделать комфортный номер и при этом, уменьшив его площадь, сделать этих номеров больше в гостинице. То есть, и, само собой, инвесторам это понравилось. То есть, они получают больше прибыли с метра. То есть, получается, у клиентов и гостей нет ощущения, скажем так, ну, какого-то дискомфорта. Ну, все довольны. Вот. Это, наверное, самое главное было. Ну, на самом деле, ведь, там, гостиничный оператор, операторы международные, ну, в первую очередь, да, они же существуют, там, десятилетиями, и вот все эти моменты точно понимают, знают, и у них эта оптимизация, наверное, как у ни у кого другого. В разных брендах присутствуют. Почему все-таки в какой-то момент инвесторы пошли к вам? Мне кажется, что как раз это был тот период, и он, собственно, продолжается сейчас, да, когда не так модно обращаться к иностранным управляющим компаниям, и больше фокус внимания как раз ребята делают на российский УК, собственно, для своей стабильности, плюс, так как мы вышли не из отельного бизнеса, то мы получились очень динамичной компанией. Мы работаем нестандартно, но за счет гибкости мы во многих вопросах выигрываем у монстров, да, нашего рынка. Вот, я думаю, что поэтому ребята все чаще и чаще приходят к нам, и более того, нас уже вот по сарафанному радио транслируют, к нам приходят, мы для этого, мне кажется, не делаем уже ничего. Просто ребята уже реально приходят, смотрят на наши результаты, и им нравится. А что за отели у вас вот на данный момент в портфолио? Вот вы начали с посуточной аренды, вы говорите. Александр упомянул, как я понимаю, что это формат апарт-отелей, там, где кухня есть. В принципе, сейчас что из себя представляет компания, сколько отелей и какой категории, какого типа отелей, с которыми вы работаете? У нас сейчас три бренда. Это Норки Апардс, это, собственно, наши апартаменты, они сейчас есть у нас уже в пяти городах. Основной бренд это Норки, это наши трехзвездочные отели. Норки Прайм, наша сеть из четырехзвездочных отелей. Сегодня у нас 11 отелей запущено, в 12 отеле мы с вами находимся, это будет отель на 200 плюс номеров. И сейчас мы развиваем загородный сегмент и отелей, и бас отдыха, и глэмпингов. Названий у него еще не существует, вот, но первые домики уже строятся. Потому что мы... К этому нас привели наши гости. Они сказали, что они знают уже, куда им поехать в Москве, если им нужно поехать в командировку. Они едут в Норки. Но при этом им еще хочется иногда семьями отдыхать, соответственно, им нужно отдыхать где-то на морях, где-то за городом. Поэтому они нас попросили уйти только из городской среды. И вот таким образом у нас сейчас будет пять точек притяжения уже вне города. А какие локации и в каких городах? Есть объекты в Московской области, есть объекты на территории Большого Золотого Кольца. Мы за то, чтобы усиливать свое присутствие и развивать точки притяжения, в которых очень много туристов и очень плохие до сих пор условия по сервису гостиниц, домов. Вот, поэтому там прям непочатый край работы. В этом отеле 47 номеров различных категорий, от студий до люксов. Здесь есть в каждом номере мини-кухня. Мы упростили еще момент с тем, что сделали фильтры вместо воды и бутылочной. Гостям очень это понравилось. Естественно, с нашей автоматизацией полной от телевизора Алисы. До умного замка. И это получается наш восьмой отель, который мы открыли в прошлом году. И сейчас он уже вышел на показатели 80% загрузки. Средним чеком выше 5000. Находимся мы на Сретенька 36. Еще добавлю, что завтраки гости отеля могут заказать через наш сайт, через приложение вкусвилл, через сложную интеграцию, которую мы реализовали. Вместо ресторана курьер приносит сразу вкусвилл готовый сет, либо то, что выбрал персонифицированный сам гость. Давайте сразу еще уточним момент такой. Откуда название норки? Это очень интересная история. Слушайте, название, оно тоже народилось из жизни. Был зарегистрирован домен по типу ВКонтакте. Только в норке. И первое время мы существовали именно под этим брендом в норке. Но когда мы перевели за определенное количество отелей, там сказали, ребята, как-то уже название двухсмысленное. То есть как бы для большой компании оно не подходит. Мы сделали ребрендинг. То есть мы там провели большую штурмовую сессию. И убрали букву В, и осталось у нас в норке. Теперь мы типа норвежцы. Понятно. Интересно. Она действительно такая лаконичная. Мы, наверное, в этом смысле продвигаем скандинавскую модель лагом. У нас в номерах нет ничего лишнего. То есть у нас там нет венделей каких-нибудь там, не знаю, дополнительных каких-то стульев, еще что-то. То есть это вот близкая концепция к, собственно, ушедшей Икеи. Ничего лишнего, но все действительно нужно и удобное, практичное. Вот. И под этой же концепцией, соответственно, мы берем и норки, и норки, и норвежский стиль. Причем это увидели даже сначала не мы, а те ребята, которые были просто вокруг нас, которые сидели, мандерировали нашу сессию. Вот. Да, ну из ста названий выиграла просто наша же без первого буквы. Какая, по какой бизнес-модели вы развиваете? Это управление, это франчайзинг, вот бренд отдаете, и какие-то преимущества, не знаю, собственность берете или рассматриваете? Какие варианты взаимодействия с собственником? Мы сейчас разные варианты рассматриваем. Первое – это расширение по РФ. Мы не можем приехать везде. И всегда, да, это работа либо как франшиза, либо как полное управление за, соответственно, разные проценты. Также мы настолько сильны в маркетинге, то есть у нас вот средняя загрузка по году 85, 87, 91 процент. Это, соответственно, три последних года среднегодовая загрузка. Совершенно нестандартно для отелей, при том, что мы не демпингуем по ценам. То есть мы ставим цены по рынку и выше рынка, показываем такие показатели загрузки. И в этом смысле мы готовы работать исключительно по маркетингу и программе заселения с совершенно разными отелями в России. Но давайте просто еще раз уточним. Вы все объекты, с которыми вы работаете, вы ими управляете. Либо вы можете просто отдавать бренд, они управляют сами, а вы там какие-то предоставляете, не знаю, сервисы, технологии и преимущества бренда. Да. Или управляющие следует за этим? Нет. Технологии, наверное, наше такое конкурентное сейчас преимущество. Поэтому в первую очередь приходят ребята и просят у нас технологии, а потом, если им уже не хватает своих сил в управлении, то они еще и просят у нас в направлении. Давайте тогда уточним модели монетизации. То есть как зарабатываете вы как управляющая компания, как владелец бренда? То есть что платит собственник отелей, с которыми с вами работают? Те, кто приходили первыми, не платили нам практически ничего, кроме процента. Вот так вы и выросли, так вы и масштабировали. Да, так мы масштабировали. Вот секрет, друзья. Вот так. Сначала ничего не берем, а в какой-то момент включаем. Это как Яндекс.Такси, да? Мы работали за ноль. Сначала все дешево, потом вам вас. Работали за ноль. Даже, мне кажется, в какой-то момент мы работали за минус. Вот, на текущий момент мы берем за бренд полтора процента от продажной стоимости. От выручки? Нет, мы берем, например, те отели, в которых собственник хочет распродать этажами отели и отдать нам обратно все в управление. И вот при продаже, например, этажей мы берем полтора процента от сделки. Это за бренд? Это за бренд. А если вы управляете? От 20 до 40 процентов за управление. О-о-о, это не дешево. Но это... 20-40 процентов от чего? От чистой прибыли. А, от прибыли. Поэтому это недорого. Да, от чистой, да. Понятно. Нет, у нас есть еще совсем дешевая акция. Но все равно. Это только наш маркетинг. Очень прилично, да. Наш маркетинг, наша технология, это 6 процентов. Вы говорите о том, что вот у вас практически все объекты, да, это выше 80 процентов средняя годовая загрузка и 90, даже я на сайте видел, там, 91 процент. Вы, как бы, обещаете, да? Мы делаем. Это важно у нас в Хруселе, потому что обещают все. Расскажите, как вы это делаете? То есть за счет чего вы получаете вот эти, скажем, премиум загрузку или премиум доход? Очевидно, что за загрузкой, наверное, и доходность следует. Как вы обеспечиваете? Как вы льете трафик, не знаю, продаете? Как работаете с клиентами? Какие маркетинговые технологии используете? И вот как у вас это получается? Ну вот мы уже обсудили. Это как раз стандартизация. Это девелопитно, редевелопитно. Это стандартизация запуска отеля. Вот это как бы первая такая. Это столб такой первый. Второй столб – это все-таки, наверное, создание своей экосистемы по взаимодействию с гостем. То есть мы прямо вот на это сейчас нацелены. Считаем это одним из ключевых направлений. В рамках этой системы мы сделали свое приложение. Мы сделали картографию гостю. Ему удобно, скажем так, искать, находить, нас бронировать. Мы сделали взаимодействие гостя с интернет-вещами, то есть с колонками умными, с какими-то взаимодействиями с телевизорами. Мы автоматизировали заселение гостя, то есть мы облегчили его путь. Ну, то есть, ну, приведу пример. То есть, может, допустим, когда гость у нас бронирует, даже в приложении, ему есть такой вариант, что когда он ищет отель, то есть ему мы совмещаем все это с картами, то он прям простраивает путь, как идти. То есть вот он стоит где-то там в точке, и как вот по Яндекс.Скартам или другим, скажем так, каким-то сервисам. То есть он прямо идет, вот вам до отеля, вот так ты, то есть пройти. То есть это не надо, потому что у многих как раз возникает проблема, как найти. Второе. По маркетингу у нас, наверное, из УТП, наверное, один из самых сильных отделов маркетинга. Вот, по версии одного из, скажем так, больших игроков на рынке, вот мы, у нас лучшая программа лояльности, вот называется Freedom. Вот, это тоже повышает возвращаемость гостя. Я бы сказал так, если мы берем погоду, то есть у нас 80% гостей к нам возвращают не через УТА дальше, они возвращают уже через наши уже сервисы. Это приложение, это наш сайт, то есть мы практически, это тоже преимущество, мы крайне мало платим комиссии агентам. Вот, дальше у нас очень много партнеров, которые помогают нам, получают, скажем так, сервис гостя по городам. Мы заключаем договора с музеями, с экскурсионными автобусами, с выставками, то есть гость даже сейчас есть, скажем так, с транспортными компаниями большими. То есть когда гость попадает к нам, он автоматически получает пакет, ну, я бы сказал так, скидок, то есть он до 20% процентов, то есть на экскурсии, какие-то там туры. Это тоже для них интересно. Сейчас мы автоматизировали и опять же начали взаимодействовать как раз вот эта оптимизация именно гостиничного пространства, так как основные у нас отели все-таки где-то до 50 номеров, и собственники, они как раз и бережно относятся к метрам своим. И мы, допустим, убрали в этих отелях рестораны и смогли, так сказать, питание гостя сделать за счет сервиса, что-то так, окружающих сервисов. То есть есть крупные компании, которые нам пооставляют завтраки, обеды. И все это, опять же, зашито в нашу систему, вот именно взаимодействие с гостем. У нас дистанционная система обучения персонала. И фактически мы сделали такую систему, что люди учатся сами по удаленным платформам. То есть мы скидываем им видеоматериал, тесты, а в течение двух-трех недель они это активно проходят. И уже к нам приходят, уже сдают тест. Если они его сдали, то мы дальше уже с ними работаем, как, так сказать, с заготовым материалом. Я сказал так. И у нас HR-отдел не тратит свои ресурсы на подбор и выбраковку. Получается, почти уже готовые приходят люди, их слегка доучивают, и они сразу уходят в работу. То есть за счет нашей системы мы можем набирать людей по всей России. То есть опять же мы экономим в целом на костах по оплате. То есть серьезно. То есть, друг говоря, зарплата администратора в Москве и стоимость, скажем так, вход где-нибудь в центральной России или туда ближе к Уралу, она сильно отличается. То есть мы за счет этого тоже экономим и оптимизируем косты. То есть и все это вместе, оно дает такой вот большой эффект. Также очень, опять же, большой эффект дает это взаимодействие гостям уже в самом отеле, в номере. У нас сейчас вот с умными колонками сделана, скажем так, интеграция нашей системы, что гость, заезжая в отель, очень легко ее активируют, либо подтягивает свой старый аккаунт, уже которым он дома пользуется, и он находится как дома сразу. Или очень там в три движения он активирует новый, уже свой делается временный аккаунт, который четко работает то и только время прорывания в отеле. После этого он сбрасывается и удаляется. И мы научили эти колонки общаться с гостем по поводу отеля. То есть он может рассказать о отеле, когда будет завтрак, когда будет какое-то мероприятие, что можно посмотреть вокруг отеля, куда сходить. Это тоже убирает работу, скажем так, оптимизирует работу персонала и уменьшает нагрузку на него, и вследствие чего можно его тоже сократить. И плюс, ну, допустим, опять же, эти технологии очень нравятся детям. То есть мы когда стали войдить, скажем так, эти технологии, у нас часть отелей еще была с умными колонками, часть без умных колонок. И гости, побывав уже в одном месте, они к нам приедут и говорят, а где? То есть мы уже привыкли, короче, давайте дальше. Знаете, вот так рассказываете об этом достаточно легко, что можно подумать, что это все действительно какой-то мэджик создает. Вы говорите, например, ну, мы там персоналам даем тест, персоналу сотрудников они проходят, потом выходят на работу. Я думаю, господи, ну вот крупные сети, там, Азию, Космос, не знаю, Акор, которые работают в России, Рэдисон, у которых на порядок больше отелей, у них у всех, они все испытывают дефицит кадров, имея все эти тесты, проходя все эти ступенчатые собеседования, имея шикарную корпоративную культуру. Вы рассказываете о программе лояльности, о которой, в принципе, может быть, даже имеет смысл побольше поговорить, но это наверняка не будет сравнимо с программой лояльности, того же Акор или Рэдисон. Вы говорите про, там, систему умных колонок и прочее. Очень многие уже это поставили. Я знаю отели, в которых гости, наоборот, просят это убрать, потому что это нарушает их правеси, конфиденциальность, они боятся, что их подслушивают. И немногие могут похвастаться 90% загрузки, как у вас. То есть что-то здесь есть такое, что как будто вы не договаривались. Ну-ка, давайте вот рассказывать все, как есть. Все это, я, поверьте, слышал много раз. Но у многих это не работает, а у вас работает. Такой технологичности во всех процессах, она все-таки есть, во-первых, мало у кого. Например, совершенно нестандартная фишка для отельера. Мы создаем чат в WhatsApp'е с каждым гостем. И все гости, все свои вопросы пишут туда. От момента бронирования до момента выезда. Мы создаем много точек касаний с этим гостем. Разумеется, это все автоматически. То есть это не мы пишем, а бот, конечно, пишет. Вот. Сейчас, кстати, бот даже начинает отвечать уже на некоторые эти сообщения, но в основном, конечно, отвечают люди. То есть людям нравится... Знаете, люди же делятся на экстравертов и интровертов. Вот я и люблю пообщаться. А мой муж, он все-таки любит зайти так, чтобы миновать стоюку ресепшену. Вот у нас можно спокойно миновать стоюку ресепшена. А можно пообщаться. А можно пообщаться. Это раз. Вот этот весь технологичный процесс, он накладывается еще на, во-первых, совершенно редкое в отелях, это наличие кухни, наличие вот этих апартаментов. Например, для семей с детьми это точно играет там большую роль, к нам возвращаются. Вот. Наверное, вот мы выглядим со стороны, как такая очень молодая, динамичная компания, которая все-таки делает бизнес как-то по-другому. Мы не ательеры по образованию. Вот я хочу понять, как вы это делаете. Я айтишник, мой супруг прекрасный военный врач. Бывший, да, уже. Бывший военный врач. Прекрасная комбинация. Да, абсолютно. Айтишник вы. Айтишник я. Я думал, что Александр айтишник. Вот. Александр придумывает. А вы код пишете, да? Я смотрю, как это будет удобно для пользователя, а воплощают наши разработчики это все. Но возвращаемость, вот совокупность на самом деле вот таких вот новых технологичных фишек, при том, что у нас в основном достаточно простой ремонт, то есть это уровень как бы 3+, в среднем по сети. Вот он дает вас... И все новенькое еще на самом деле. То есть мы стараемся обновлять там как бы номерный фонд. Вот оно дает возвратность примерно 50% клиентов. А все-таки в Москву ребята едут из раза в раз, да? То есть если им один раз понравилась вот эта система, они приезжают еще и еще. Вот. С программой лояльности они получают какие-то скидки, зачем им еще куда-то уезжать. Вот. И, соответственно, по ценообразованию за метр, я думаю, что мы выигрываем реально у большинства компаний. То есть у нас средний номер отеля, наверное, 15 метров. И в этом отеле помещается кухня, прекрасная спальня, зона. Давайте уж, коль мы про метр начали говорить, а доходность какую вот вы обеспечиваете собственникам отелей? Ну, может быть там, я понимаю, что... Доходность на метр? Ну, на вложенный капитал. Давайте вот просто какой-то процент назовем, чтобы было понятно. Вот я вложил, не знаю, там, миллиард. Вот сколько я начну, буду получать ежегодно? Мы очень хорошо умеем искать отели. То есть мы не покупаем абы какой отель, да? Соответственно, мы покупаем действительно по... Покупаете, в смысле вы собственностью владеете? Ну, в том числе и собственностью, либо для инвестора покупают. На деньги инвесторов мы покупаем отели. Во-первых, просчитываем его локацию, конечно же. То есть он приходит, чтобы вы нашли локацию, нашли отель, нашли бизнес, который они будут делать с вами, правильно? Или они уже предлагают, говорят, вот у меня есть... Локация, что из нее можно сделать? Локация, помещение, что из нее можно сделать? И здесь мы очень, скажем так, щепетильные выборе стоимости метра квадратного в закупе. В самом начале. Только сегодня утром ко мне пришел запрос, я после съемок с вами поделюсь как раз вот с этим вопросом. Да, потому что само собой можно сделать как бы прекрасную локацию, но при этом зайти в стоимость такого метра дорогого, что все остальное уже будет бессмысленно. То есть сразу, прям на старте. Это истории больше для души, наверное, скажем так. Можно сказать, вот у меня есть отель в самом центре. Вот что такое. Если именно про бизнес и доходность, то есть это, наверное, самое главное, в самом начале, да, то есть точка входа. И опять же, очень тщательно отбираем именно поток. Вот у нас, опять же, очень сильный маркетинговый отдел, который просчитывает именно доходность в данной точке. И благодаря всему этому мы потом даем, скажем так, ну, хороший результат. Ну, вот есть, допустим, у нас один отель, где собственник за, ну, я бы сказал так, наверное, за пятилетний период его уже полностью купил. А есть один отель? Ну, то есть 20% возврата? Ну, то есть, да. То есть полностью его уже вернул. Вот, поэтому, скажем так, наверное, возможно и больше, но, говорю, то есть это такой рабочий вариант, я бы сказал так. Поэтому здесь надо отбирать именно точки, локации, поток, и на вот всем этом вот уже можно заработать. Потом на оптимизации, потом уже включается уже наша система по оптимизации метража, по оптимизации поиска персонала, взаимодействия с гостем. То есть, ну, вот если, опять же, мы приводим пример, как вы говорите, что есть все у всех, честно говоря, я не уверен, что есть вот отбор персонала, благодаря которому он уже приходит уже, допустим, операторы и операторы уже готовыми. То есть мы сами к этому долго шли, боролись, тестировали системы. То есть мы шли к тому, что сейчас вот реально, то есть у нас, допустим, по администраторам, вот мне недавно мы с Чаром общались, все, у нас нет проблем. То есть мы... Нет администраторов, нет проблем, да? У нас оператор. Да, да, они операторами там устали. Просто они по-другому как-то, как это называется, локализованы. Они локализованы, скажем так, в любом, может быть, точке России, и благодаря этому у нас есть возможность делать ночных администраторов Дальнего Востока, нашей прекрасной страны, да? И они всегда свежие, выспавшиеся, очень грамотные с удовольствием общаются с гостями, потому что те, кто отвечает ночью здесь, они, мягко говоря, такие. Вот это очень интересный момент. Сейчас мы поговорим про особенности управления с использованием технологий ваших, но давайте еще уточним. Вот все, что касается, как бы, IT-составляющей, IT-начинки, у вас как гостиничного оператора, ПМС-система, система управления, модуль бронирования, не знаю, там, система управления доходом и так далее, то, что составляет, в общем, обычно начинку, из чего уже ни один отель не обходится. Это ваши разработки, либо вы используете то, что на рынке есть уже существующие сервисы? В большинстве случаев для этих сервисов мы используем, конечно же, существующие сервисы. Мы не можем придумать все с нуля. То, что мы сейчас придумали с нуля, это касается именно пути гостя от момента бронирования до момента, собственно, выселения. Но вот технология румшеринг, о которой мы сегодня говорим тоже, это технология, которую использует ваша управляющая компания. Которую мы создали. Которую вы создали. Сначала для себя, но мы понимали, что мы ее будем транслировать на все отели, апартаменты и загородку. Чтобы уточнить просто, правильно я понимаю, что управляющая компания работает исключительно, если эта технология в отеле присутствует? Либо вы можете без этой технологии управлять? Это точка входа вашего? Да, мы не можем показать такую загрузку, такой средний чек, без данной технологии. Более того, у нас же администраторы все работают удаленно. Как трансформируется управление отелем при использовании такой технологии? Потому что я вот немножко так ее на своем уровне, что называется, изучил. И понимаю, что это не просто замочек, который открывается. Значит, по-особому. А это целая бизнес-модель. Вот расскажите, пожалуйста, про то, как меняется управление отелем, если такая технология присутствует. То есть, наверное, про самое явное? От самого начала, как гость там находит, до специфики управления объектом. Вот я, наверное, затрону только ту часть, которая поменялась кардинально. Да, это, конечно, соответственно, работа стоек администраторов. Во-первых, у нас в отелях, где меньше 100 номеров, мы считаем, что просто не нужны эти стойки. Это, соответственно, на самом деле, это экономия места на плюс один номер для владельцев. Это возможность поиска по всей России. И мы действительно сейчас, когда мы размещаем вакансию, на нее откликается людей всегда в несколько раз, а то и в десятков раз больше, чем нам нужно найти новых администраторов, новый отель. То есть, проблема голода кадров для нас исчезла вообще. Вот именно касательно стойки регистрации. Почему к вам идут? Что вы делаете? Потому что они могут... Я скажу, у меня ребята работают со мной уже 5-6 лет. Они говорят, как это прекрасно. Ты в течение учебного года сидишь и работаешь из дома. Ты можешь в обеденный перерыв сходить забрать ребенка, например, из школы. А на все лето ты можешь поехать на дачу. И прекрасно там, со своего дачного участка, работать при наличии достаточного скоростного интернета. Людям это нравится. Они могут путешествовать по России, даже по всему миру. Если у них есть в рабочее время доступ к интернету, они, соответственно, могут быть нашими администраторами. Это администраторы кто? Бронирование или классические операторы телефонные? Что это за администраторы? Это я говорю про отдел бронирования. И то, что в отелях называется администраторами, то есть те люди, которые ведут гостя уже от момента онлайн-регистрации до момента выселения. То есть это некий чат с гостем, правильно? Удаленный. Когда сотрудник не в отеле находится, а где-то, и осуществляет поддержку, коммуникацию с гостем. Правильно я понимаю? Да. У нас одновременно работает сейчас 5-6 человек в смену. И они обеспечивают нам 200 номеров уже. 250 номеров. Вот эти ребята одновременно поддерживают. То есть 5 человек, 11 отелей одновременно ведут. Богдан, в чем суть технологии Room Sharing? Хороший вопрос. Спасибо. В первую очередь суть ее заключается в легкости установки. Она действует как платформа по бесконтактному заселению для любого типа помещения, которое сдается в аренду. Мы унаследовали вообще в целом и смотрели на каршеринг, райдшеринг, ну такси, соответственно. И думали, что будет являться одной точкой, с которой всегда будем взаимодействовать. То есть если это каршеринг, то это машина, которая связана с большим-большим подкапотом приложением, какой-то системой и так далее. У нас получился замок. Потому что это то, вы же приходите, и мы приходим за ключом на рецепшн, чтобы главная цель какая? Получить ключ. Это такое ядро получилось. И второе, почему мы отталкивались от этого, потому что легкость масштабирования. То есть если, условно говоря, на рынке 5-10 типов замков, из умных замков их не так много, то есть который поддерживает данные технологии, мы взяли самую распространенную, самую опробованную, накатили свой софт, получается, на нее. И проработали все стандарты, как это быстро сделать, как установить замок. Тут у нас есть серия роликов, просто как это сделать быстро. С ней мы заходим даже на маркетплейсы. То есть мы, условно говоря, для увеличения охвата вообще, так скажем, всей индустрии, мы решили войти везде. То есть от Leroy Merlin до прямых продаж на сайте, соответственно. И сама суть заключается в следующем. Мы отталкивались от 3-4 шагов для гостя. То есть поступление бронирования в Property Management System, систему по управлению номерным фондом. Как бронь поступает из любого источника. Островок, неважно, любой OTA, Wholesale и прочее. Далее обрабатывается системой нашей. Человеку генерируется индивидуальный доступ, код, ссылка токеном и возможность ответить через приложение. Перед тем, как он, собственно, его получает, он проходит по ссылке в WhatsApp, либо сообщение по сообщению и регистрируется в личном кабинете, загружает паспорт, загружает селфи. И после этого на той стороне один человек, который может в любой точке мира находиться, моделирует эти документы. Соответственно, перед модерацией проходит через Яндекс.Вижн, проходит, так скажем, проверка его оригинальности. Также распознается полностью там серия, номер и прочее, прочее. Он после проверки сразу удаляется, остается только статус проверен человеком. И гости уже непосредственно направляются в WhatsApp, доступ, и он заходит. Ну, то есть, есть некое приложение, с помощью которого я могу найти, как по принципу каршеринга, номер, в который я могу заселиться, правильно? Могу выбрать и, соответственно, забронировать там с учетом вот того, что вы сказали, значит, подгрузив туда документы, данные и прочее, прочее. Далее я прихожу в отель и с помощью какого-то кода, ну, прохожу в свой номер, минуя reception. Давайте сразу обсудим, сколько это стоит. Вот я так понимаю, что нужно купить замок. Я видел, по-моему, также, что есть модель подписки какая-то, да? Какие еще расходы у собственника отеля возникают при использовании этой? Знаете, от чего мы отталкивались вообще в монетизации? Что сама стоимость сервиса и использования его, во-первых, должна быть окупаема за менее чем полугода, во-вторых, должно быть, ну, там, 10-20% от фотоадминистратора, то есть, которого мы сокращаем. То есть, это главный наш таргет, потому что мы экономим 70% от фотоадминистратора, да, до 70%. Соответственно, мы сделали монетизацию как подписка. Сначала люди хотели приобрести, к нам приходились те покупатели, которые могли сразу себе позволить замки. Потом появились те, которые хотели, так скажем, в рассрочку купить. Мы под них подстроились, да, то есть, придумали подписку. Ну, а зачем, чтобы он два плачежа делал? Лучше в единый плачеж, там, замок плюс подписка. Стоимость, на самом деле, порядка полутора-двух тысяч за устройство. Вот, стоимость в месяц. В месяц, да, по подписке. Да, по подписке. Это включает что, самооборудование, поддержку? Оборудование, поддержку, систему. Вот, спустя, на 13-й месяц он платит 300-400 рублей в месяц за устройство. А если говорить о самом трафике, например, человек приходит через ваше приложение, вы получаете какую-то комиссию, отель платит какую-то комиссию за это? Транзакционные какие-то платежи есть? Сейчас мы вообще, на самом деле, используем только модель подписки. Так, более того, у некоторых уже на рынке, ну, в первую очередь, кто занимается посуточным бизнесом, уже установлены замки, которые мы просто перенастраиваем, по сути. Мы, ну, у кого есть тачпад, мы их просто перечиповываем, перенастраиваем. Вот, для них просто подписка, то есть, мы же замок ему не продаем, то есть, транзакция на замке, подписка. И третье, это сейчас мы активно начнем внедрять, опять же, когда на норке испытаем все и, так скажем, сгладим углы, мы будем уже привлекать трафик через приложение. Сейчас это работает только на норке. Я думаю... Но через приложение, если человек будет заселяться и бронировать, будете планировать что-то, брать какую-то комиссию? Ну, условно говоря, одно дело, пришел человек через островок, например, да, и отель заплатил ему условные 20%. А другое дело, что он пришел напрямую, но через вас. Сейчас, я так понимаю, это не комиссионно для отеля, то есть, просто он платит за там, аренду замка или подписку по замку. А в будущем это планируется, да, что комиссия тоже... Да, мы планируем эту историю, но давайте так по-честному, в B2C рынке мы, так скажем, хотим развиваться, безусловно, но мы хотим набрать внутри нашей базы порядка миллиона человек. То есть вы набираете эту базу через взаимодействие с отелями? Да, через взаимодействие с отелями. Потому что B2C все-таки это очень сложная история и стоит очень дорого вывести какое-то приложение на условно там рынок B2C, чтобы условно моя мама или сестра могли пользоваться этим, да, то есть это нужно федеральную компанию запускать, это денег стоит. Вот, я прекрасно это понимаю, поэтому мы хотим скорее не привлекать рекламный трафик и платить за него очень высокие косты. Мы в первую очередь хотим увеличить повторность заказов нашей внутренней, как и управляющей компанией Норки и в целом увеличить количество повторных заказов, и чтобы наши, наши ЦА, наши люди, наша аудитория, так скажем, развивала и внешний рынок. И помочь, самое главное, нашим потенциальным клиентам и партнерам, как сэкономить, да, косты на персонале, так и увеличить LTV, да, повторность бронирования, ну и в целом при, да, тем больше трафика, тем больше гостей, которые ну, лояльны к этому бренду в целом. А какие интеграции требуются от отеля для того, чтобы эта технология работала? То есть вот интеграция с PMS, с какими-то другими системами существует? Да, да, конечно. То есть мы в первую очередь начали смотреть, мы не хотели делать, естественно, property management system, потому что, ну, есть уже игроки на рынке, и зачем заходить в эту уже наполненную нишу. Мы просто хотели стать неким шлюзом для коммуникации с гостем, по сути. Вот. Для этого мы поняли, кто на рынке сейчас пользуется нашей системой или хочет пользоваться нашей системой, какие у них установят PMS. В первую очередь там Travelline, Binova, Realty Calendar, и сейчас бронирование онлайн еще, соответственно, интегрировали. И после этого у нас Vittrex, потому что некоторые, оказывается, в Vittrex просто работают и берут какие-то только channel-менеджеры других компаний. Вот. И еще там порядка десяти интеграций. Нам вообще важно там до конца года закрыть там 20 PMS системы интеграции. DNS-отель, кстати, еще тоже из последнего, что будет. Вот. То есть мы хотим подходить ко всем игрокам. PMS, а что еще? Какие другие интеграции нужны? Или с PMS только достаточно? Все, больше ничего. Замок, о котором мы говорим, это все-таки примеры технологии интернета вещей. IoT, да. IoT, да. А какие-то другие, какое-то другое оборудование вы планируете таким же образом завязать на управление через телефон? Или в этом задачи нет? У нас сейчас прорабатываются с партнерами. Ну, вообще, я так сразу скажу, мы сами, ввиду того, что мы, у нас ограниченность ресурсов на рынке, понятно, есть X7, большие игроки, мы с ними скорее работаем. Например, Яндекс, там у нас интеграция с Яндекс Алиси, да, есть. А, например, также нет монет, как вы ранее разговаривали, да, то есть там чаевые можно платить, да, то есть нас вообще используют как тестовую среду, как отели, так и автоматизацию для того, чтобы посмотреть новые технологии, как они будут работать. Ну, мы, естественно, открыты для этого, потому что мы тоже хотим развиваться. Вот. Сейчас телевизоры смотрим. Ну, то есть в сторону телевизоров, потому что 60% наших гостей в норке, да, они запускают телевизор, да, все равно от этого никуда не уходят, как только входят в номер, да, то есть, вот. Ну, в любом случае мы научились, самую главную боль, которую в последний момент закрыли недавно, это, конечно, мы фиксируем заселение по устройству, по замку, то есть отслеживание наушоу, отслеживание заселения, то есть человек вошел по коду и по приложению, у него сразу, там, например, если в шахматку длинного заглянуть, у него сразу что-то заселено. То есть человеку, администрату, ничего не нужно делать. Мы уменьшаем его. Давайте вот просто, я понимаю так, что вот эта технология, она позволяет бесконтактно заселяться в номер. А какого рода поддержку или какого рода работу вот эти администраты выполняют, что за функции, в какой момент возникает необходимость с гостем коммуницировать, просто вот было понятно на каком-то, может, простом примере. Мы обо всем пишем гостю WhatsApp, но бывает, что не все гости любят прочитать WhatsApp, а нам обязательно нужна от гостя, собственно, онлайн-регистрация, нам нужна своевременная оплата, потому что мы перешли на стопроцентную предоплату. И, как оказалось, отказаться от налички, это проще простого. Опять же, кстати, это очень существенный кейс по уменьшению воровства в отелях. Наши лучшие администраторы все равно все время пытались где-то что-то мимо. Сейчас у них отсутствует такая возможность, они сидят дома, деньги получить никак в отеле не могут. Но при этом гость перед заездом в отель должен оплатить всю сумму. Иногда ему приходится рассказывать о том, как он это должен сделать, по какой ссылочке перейти, на какую кнопочку нажать. Плюс существует, соответственно, взаимодействие. Мне нужно второе одеяло. Расскажите мне, пожалуйста, как мне получить отчетные документы. Да, для этого всего существует у нас администратора. Ну, то есть, грубо говоря, плюсы есть какие? Во-первых, эта система плюс самому собственникам, инвесторам, она для них становится полностью прозрачной. То есть, так как у нас, скажем так, весь приход, он без нами, то есть по нашему финтеху. То есть, и любой собственник, любой инвестор, он прям все это видит. Вот, все деньги пришли, нет налички, нет какой-то там кассы дополнительной, где что-то можно сделать. Все. То есть, как бы, полный прозрачный контроль на всех ступенях. Вот, и из, получается, у гостя есть преимущество здесь, я бы сказал так, вот мы сейчас, у нас операторы, на самом деле, пока это они, люди пока еще привыкли разговаривать. Вот, и прямо сейчас вот даже есть у нас внутренняя статистика, такая мы ее уже ведем, то есть пока 30% людей все равно хотят поговорить. Вот, что бы ты ни делал, они все говорят. Поговорить с живым человеком, в смысле, или подчатиться тоже? Ну, и подчатиться, и поговорить, но тенденция к тому, что на самом деле, вот, молодежь, скажем так, то есть, молодые поколения, они уже чуть-чуть становятся, ну, так сказать, менее, скажем так, коммуникабельными, то есть для них уже, грубо говоря, пообщаться уже с человеком и вживую уже не то, то есть для них легче все это сделать в телефоне. Вот я от молодежи не отношусь, но я именно такой. То есть проще. Мне точно нужно от администратора лишь одного, ключ от номера. А поговорить, если я захочу, там я поговорю с родственниками, например. Тут, видите, как бы, вы можете и говорить, и можете не говорить, а сейчас растет покаяние реально, которые уже не могут говорить, то есть они уже не приучены, у них, если, ну, скажем, ну, утрируют, то есть если мы с вами росли еще во дворах, и то есть общение было нашим как бы, ну, прямо, ну, мы не могли не общаться вживую, то есть коммуницируя, да, то сейчас все это уходит онлайн, и такая легкая отстраненность, она все равно уже присутствует, то есть как бы уже эти люди уже тяжелее общаться. Вы знаете, мне кажется, это абсолютно нормально, более того, это естественно, я не очень понимаю вот этих всех возгласов и воплей насчет того, что вот, гостеприимство – это про живых людей и так далее, да и я в меньшей степени хочу там говорить, там, условно говоря, на уровне такси, например, с диспетчером, который мне будет вызывать такси, если я могу заказать это одним кликом, потому что мне не нужно разговаривать с диспетчером такси, меньше всего в жизни я хочу разговаривать с диспетчером такси, тем более, который может меня не понимать или еще что-то, и тратить свое время, то же самое с администратором. Я захочу поговорить, я там поговорю с другом, поговорю, там, не знаю, с женой, поговорю с интересным собеседником, который обогатит мой, не знаю, там, словарный запас и интеллектуальный уровень, например. А чтобы поселиться в номер, мне не нужно говорить с администратором, и, честно говоря, вот это, вы знаете, когда начинают, говорят, да нет, ну что вы, это никогда-то не произойдет, вот пример на самом деле это уже произошло и только будет нарастать ну то есть ваших отелях администраторов нету нету стоек ресепшен в разных отелях по-разному и откал так там где скажем так ну 100 плюс я сказал так вода то есть есть человек но с классическим отелем он уже больше выполняет роли какого-то такого тоже ну коммуникатора вот только что вчера мы были на большой выставке и на инвестиционной и в отеля она проходила то есть и я опять вот я захожу я вижу два часа дня очередь на ресепшене примерно с 50 человек я понимаю что они сейчас полчаса просто это в очереди что просто заселиться в номер то есть у нас вот когда заезжает футбольная команда грубо говоря это реальность да то есть все проходят регистрацию заранее все по все получают заранее и само заселение занимает 3-5 минут то есть как бы у нас даже на отеле на 100 плюс номеров а очереди на ресурс отсутствуют как класс я когда уже но я уже к этому привык и я когда попадаю в такой в классический отель я раз и в господи а что такое а еще так кто-то работает вообще то есть как бы и и для меня это как бы такой моя то есть маленький шок и для гостей это тоже уже так называемый позитивный опыт то есть они уже раз уже попробовав понять что мы что можно там все эти вот формальностью уладить за одну заранее в спокойном режиме и не теряясь для них это является уже преимуществом уже выбора нас дальше а как это все меняет вот вот это вот по спецификой сокращение персонала и так далее меняет там не знаю операционные расходы вообще в принципе взаимодействия там гостей с людьми все руки это люди же есть там горничная убирает номера еще кто-то остается вот что еще помимо заселения помимо классической функции фронт офиса расчетов и так далее которых мы поговорим что еще может быть меняется в ваших отелях сейчас мы сделали вот очень интересную вещь для горничных и они это оценили мне кажется в гости оценили мы через определенный сервис мы сделали чил и для горничных это тоже известная история на то есть карточка или там qr-код какой-то дата на луна даже или на или или для каретной горничной то есть и мы поняли они стали быть лучше то есть прям как-то бодрее то есть как бы вот у них прямо уже огонек уже какой-то есть и они борются за эту и за это в отеле есть управляющий либо у вас это тоже централизовано как есть есть управляющий он опять же за 10 вот номерного фонда то есть 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 номер из номерной фон там и допустим но где-то 100 плюс уже есть да вот до этого момента он объединяет в себе допустим у нас сейчас средний центр это такая средняя по температуре мы считаем что один управляющий может брать на себя до 100 распределенных номеров в локации то есть мы то есть мы можем взять три отеля рядом по 30 номеров или по там 5 по 20 до вот и то есть на дурящего и он это закрывает то есть такой вот то что называется кустовой метод да да здесь какой-то центры а скажите например тот же технический инженер или как-то технику словно тоже тоже может быть что же самый кустовой то есть мы за счет этого как раз и разбиваем косты то есть все это не то есть делится и опять же это это оптимизации позже по зарплатам и вот скажем так количество перец персонала в принципе скажем так все это идет вот в это направление вот но само собой когда уже большие отели вот допустим когда есть на 240 но если снять из номеров то тут уже упрещен постоянный то есть тоже есть большие правила сенатского проекта мишки надежда модель заведомо лучше при использовании вот технология который мы говорим к с которой вы работаете потому что она автоматически дает свой эффект на фонд оплаты труда на там какие другие операционные расходы которые до обычного отеля существует и я бы и мы как бы то есть опять же то есть мы когда какой-то объект рассматриваем то есть я то есть первое что мы общаемся быть ребята нам нужно ставить именно вот это вот автоматизационные процессы то есть мы берем мы мы не убираем везде одно администратора то есть большие отели мы его его оставляем какие-то кто хоть пообщаться но они есть если это вопросы не сложные но в целом мы зависит этого очень сильно сокращаем его варианту даже вот здесь на весь 40 номеров нам это бы смена быть 4 бы чтобы выходило то есть наверное 2 то есть мы уже в два раза меньше мы где мы делаем флот и при этом у нас будет работать отель и опять же он будет без очередей то есть то есть все все улучшается сокращается опять же тонну тонну то же самое вот по искусственным интеллекту это как бы следующий то есть наша ступень то то есть по сути сейчас цель чтобы оператор уже обслуживал грубо говоря 1 где-то или удаляется то есть где-то ну 200 номеров плюс вот суть в том что мы поняли что нам тоже администраторов в какое-то время было сложно обучать и вообще в целом у нас очень много звонков даже просто в сеть взять у нас порядка 40 тысяч вызовов в месяц это именно звонков звонков не обращение в чат звонков телефона просто звонков телефон притом 70 из них процентов это забронировать номер да то есть оказывается у нас записывались все звонки за на год вот мы потом когда покопались то год записаны знаки мы все соответственно загнали в нейронку эту распознаете распознает речь в текст вот и начали по чуть-чуть обучать искусственный интеллект чтобы он отвечал на самые 80 процентов по парад популярных популярных вопросов ее зовут фиона фиона они фаина 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 ну потому что и мне вообще понравилось что алексей мне понравилось то что реально ребенок которому ты он может быть грубым он может быть мягким как ты захочешь он может быть даже есть такая настройка власть то есть он будет манипуляции давать какие-то доминировать да то есть это можно настроить это меня пугало с этим интересно поиграться но мы на локальном сервере никуда не выгружали ну то есть и ты больше не разрабатываешь так скажем стать ты больше и ограничиваешь на самом деле вот мы сейчас на таком уже вот недавно уже последний тест это проходим можно стать ограничивать ну чтобы она по правилам говорила чтобы не чтобы она не сошла с ума на то есть это функционал поддержки общения с гостями при обращениях в по телефону по чату и мы потом кран там голосом текстом голосом мы в экран еще положим там будет еще когда человек в середине июля текстовая форма я думаю сможем чтобы в телеге ваш администраторы которые работают в едином центре или в распределении как вот да мне кажется они будут рады да потому что у нас же в сети как а у нас у нас нету такого что человек я устал я ухожу у нас он говорит мне интересно этому мы в этот отдел его и стараемся как у нас нету такой текучки чтобы он уходил куда-то вовне если куда-то вовне уходит тут сразу на повышение самые топовые самые топовые компании вот а так мы его оставляем внутри поэтому с администраторами я думаю им наоборот нравится им и румш нравится вот им в целом нравится как это работает и это драйвит очень сильно команду на самом деле внутри они и молодые и так скажем и постарше работают очень очень хотят понять что из этого получится вот и искусственный интеллект будет дополнением я думаю это будет отдельно выделен номер телефона где будет написано хочешь пообщаться с искусственным интеллектом и еще озвучку туда прикрепим известного очень голоса наверно вот чтобы ну мы сейчас ведем переговора вот вопрос тебе как коммерческому директору вы же наверняка работаете не только с физическими лицами но и с компаниями кропоративными клиентами а у них процедура бронирования как правило несколько иная 3d контракта выставлять контракты подписывать более того если в отеле есть какие-то групповые возможно другу заезда групп например или не знаю там спортивных команд или каких-то конференций там с питанием что-то и так далее это требует так иначе участие человека и еще наверно не долго будет требовать да вот значим ли такой процент таких заказов и как у вас работают и кто то есть это уже отдел продаж получается не просто там администратора оператора да там нас как выдашь вот выстраивается работа у нас отдел продаж и маркетинга там 6 человек сейчас работает на моем отделе я пока еще и там и там да то есть вот в чем суть у нас от 20 до 50 процентов зависимости от объекта колич процент корпоративных клиентов вот это связано безусловно с номерным фондом да то есть где групповые приварю где сегменты индивидуального бизнес тура туризма приварировать да то есть разные есть истории у нас есть крупные компании как удивительно и это не эти компании которые которые рад такой технологии на самом деле они и выбирают за счет нее потому что после третьей командировки человек ну я разговаривал с диджитал у нас есть один клиент диджитал компания большая говорит у меня шестая командировка когда я прихожу там какой-то отель мне начинают что-то рассказывать что-то этот а я только с перелетом мне не очень это удобно я просто прохожу мимо да то есть у вас я просто прохожу мимо и все да то есть это на самом деле работает а с точки зрения так скажем как это бэкэнда да это там ревеню взаимодействия там где группу кто по группам у нас занимается кто занимается непосредственно взаимодействие с агентами мы заранее предупреждаем что у нас такая система нам нужен обязательно номер телефона и не работаем с теми кто нам это не дает но это на телефону гостя да 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 потому что для некоторых это прям если у тебя там группа какая-то вам все равно нужно контакты конкретного человека гости заселяют координатора с которым вы вот эту работу выстраиваете да но мы я в данном случае придумал интересную историю я им программу лояльности даю доступ вот и у них копится был за всю группу мы вообще придумали сейчас программу лояльности для агентов для агентов для детей это и поэтому они как бы к нашим нюансам сначала они с относились как-то так вот а потом наоборот и понравилось давайте я сразу так это чуть-чуть с будущим и перенесемся быстренько вот смотрите вы уже в принципе готовы ну то есть не делать это заселяйте гостей без администраторов искусственный интеллект скоро скорее всего ну как минимум сделает в общем скажем ненужным или сильно сократит работу администраторов для концентрального офисе или как называется когда мы получим чуть более усовершенствованные модели роботов которые будут убирать номера не только следующие коврового покрытия глаз заправлять кровать и там мыть раковину умываете унитазы и так далее вы будете я уверен первыми кто захочет эту историю у себя внедрить потому что помимо того что это сокращает тот самый фото и прочее прочее и скорее всего мы столкнемся с тем что и технологии роботизации будет дешеветь но нам на массовости но это же еще и вопрос получения данных которые можно использовать с помощью там как номер убирается сейчас это невозможно практически сделать то что человек убирает а при использовании роботов также как и при использовании ваших замков будут накапливаться данные которые можно использовать для усовершенствования работы без процессов и чего угодно правильно понимаю что вы но это мое предположение но давайте вот на эту тему чуть поговорим правильно понимаю что вы вполне можете двигаться в сторону некой модели отелей без людей в какой-то перспективе да что вот эта технология она как будто бы является таким первым шагом важным но первым потому что там еще можно в общем это закручивать мы как вы видите в общем будущее в виде варе и вашей компании я вот я вижу будущее индустрии наверное будет два полюса это основных вот в российской индустрии это первый полис это куда движемся мы то есть это автоматизация роботизация всех процессов так подключение искусственного интеллекта и за счет этого скажем так ну за не замещение вот скажем так людей то есть в отеле и второй полю полис я вижу все-таки будет какая-то узкая прослойка наверно эти вот 55 звезд и плюс там этом лакши я люди будут и это будет наоборот искать вот только люди вот или люди плюс какой-то ограниченные вот доп сегментом уже там финтех без которого не было уже не обойтись скажем так вот это будет два полюса основных ну и что-то будет между поясними поиски посередине то есть вот уже все остальные вот но в целом скорее всего мы не мейнстрима он уйдет в полную автоматизацию всех процессов ну скорее все это неизбежно я бы сказал потом потому что постепенно не знаю то есть море ли ссылаться на вашу прошлое интервью она когда нам еще понравилось да вот то есть я полностью снова снова согласен с питером что все-таки население она уменьшается она стареет и чистки тут будет все дороже дороже и да и дороже то есть как бы вот это уже можно даже я бы сказал так сам замечаю люблю учиться даже по вот обучению вот сейчас пройти онлайн-курс стоит дешево и просто а запишите какую-нибудь педагогу вот лично уже как-то кусается и все уйдет вот еще и же бог болеет или не может да 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 то есть как бы то есть скорость человек будет стоить дорого дорого и это будет надо не быстро скажем так все-таки там десятки лет вот но это прямо это выйдет в тренд но я думаю что и человек который безусловно останется в неком премиум сегменте как сотрудник не знаю кто угодно человек коммуницирующий с гостем я имею ввиду у его роль все равно изменится то есть условно говоря технологии чекин все равно могут быть бесконтактные не обязательно идти за ключом или зачем да 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 другой вопрос что то этот самый администратор который раньше в компьютере вот так вот стоял и чекинил вас да и вас особо не слушал потому что был занят своими делами теперь может условно говоря там задавать вопросы выстраивать некий план нахождение в вроде предлагать какие-то услуги и так далее да вот продавать услуги да то есть у него будет больше в но времени на взаимодействие непосредственно с гостем а не на операционные процессы как бы они уйдут всяческого то есть финтех высокого основного он будет финтех он он то есть вот и весь финтех который будет необходим и который будет ну стандартам он и само собой будет вот и тоже никуда не денется вот но там просто будет более но больше людей на квадратный метр именно персонала а вот я еще хочу тоже такую свою как бы гипотезу выдвинуть вы скажите согласно вылеснили может быть ваше видение потому что контексте вот ваши технологии это интересно вот по сути дела те технологии с которой мы сейчас имеем дело там гостеприимство 4.0 да нужно называется там сразу согласно вот всем этим технологиям промышленной революции как будто бы вот есть гость и сотрудники ну то есть некий человек который является источником генератором данных ну то есть мы от гостя получаем заказы я не знаю там коммуникацию заказ услуг каких-то все это на самом деле уже по сути дела делается через все эти чат-боты и так далее фиксируется оцифровано сотрудники тоже постепенно их работа оцифровывается тем более что сотрудники в корее чего тоже будут заменяться но там линейной позиции там роботами или какими-то еще раз то есть это по сути означает что количество данных от людей которые участвуют в индустрии будет нарастать и объем и качество этих данных будет нарастать то что это будет оцифровано другой стороны есть оборудование издание отеля вот в вашем случае это замок а также если подключить к телефону другие там другой оборудование которые можно управлять с помощью технологий генерит само здание и оборудование генерят тоже данные наверняка с вашими замками можно вытаскивать очень много интересных данных потому сколько там времени человек проводит номере там условно говоря да там какие-то различные так предполагаю вот верите ли вы в то что с учетом того что с одной стороны оборудование здания с другой стороны люди в гостеприимстве генерят данные то есть и качество и объем этих данных нарастает это все что нужно искусственному интеллекту для того чтобы на самом деле исключить самого человека из процесса управления ведь это вот моя гипотеза верите ли вы в то что на перспективе там не знаю 10-15 лет мы увидим отеля управляемые искусственным интеллектом мое здесь предположение только может быть да вот и когда мы заходили управлять мы не были ательерами соответственно делали все совсем необычно совсем не по стандартам когда мы стали большими мы смогли пригласить хороших игроков с рынка 4 5 звезд сетей и мы уже поняли что по стандартам наши директора отрабатывать лучше чем вот мы как даже владельцы собственники бизнеса и я думаю вот аппоксимируя эту идею максимум автоматизировать можно но человека я бы в голове оставила бы наблюдать и понимать куда двигаться нет человек может контролировать что-то например да вот для контроля условно говоря смотрите для развития чтобы повышать или понижать цены человек уже не нужен или там запускать маркетинговые компании не нужно для того чтобы распределять номера в системе по приезжающим гостям матча их там потребности запросы и инвентари то что называется сами номера не нужно сейчас это делается вручную но технологии тоже позволяют и зачем эти то есть по сути дела сейчас человек вот я так для себя понимаю это некое слабое звено в этих процессах потому что он до сих пор несмотря на то что у нас появились серые системы сложные пмс системы решение то все равно человек принимает до автоматизировано до больше аналитики стала и так далее но человек принимает решение а сейчас когда есть искусственный интеллект уже чек то в общем вот простых каких-то решениях операционных не нужен может быть стратегии можно но вот все эти простые вещи может давно уже принимать решение человека кого заселить как куда не знаю нужно ли убирать номер повышать понижать цену и так далее более того человек сейчас совершает очень много ошибок из того что он несовершение не может обрабатывать такое количество данных а искусственно может да и я тут скажем так своим пунктом согласен что перспективе конечно ну большой профессии количество профессии уйдет на это неизбежность то есть я понимаю сейчас просто вопрос это времени то есть это будет буквально то есть это там десятилетие или те же самые годы ну ты я почему задают вопрос хотел вот именно вот поговорить об этом потому что очевидно что если это будет происходить ну там в той или иной степени будет меняться и роли функционал управляющих компаний безусловно автоматически и вы те кто вот как будто бы ну скажем так не классическая со своей технологией управляющей компания имейте определенное здесь преимущество потому что у вас уже есть точка входа в этот технологический процесс который меняет игру в индустрии но по крайней мере в тех отелях которые вы работаете а дальше может быть и больше у меня просто вопрос как вы видите развитие компании вот с учетом развивающих технологий и вот того мейнстримов которые по сути вы попали вот с технологиям шеренга мы видим и развитие нашей компании еще будучи всех управляющих там компании этого активно внедрение искусственного интеллекта это благодаря этому будут меняться вообще все процессы вот по взаимодействию с гостям по взаимодействию внутри скажем так перст на персонала к так его общению внутреннему и роботизации и конечно надо после этого возглавлять быть других вариантов нету потому что мы остановить это уже не можем то есть это уже не дуне реально это процесс такого в одно направление это наверно знаете вот как была вот попытка борьбы с яндекс такси вот когда местные вот ребята кто там были на вагону вокзалах они так били яндекс таксистов за то что те они забирали у них как бы клиентов да ну прошло пять 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 лет все теперь везде я ну и яндекс и аналогичные сервисы то есть как бы и будет будет то же самое везде везде вот это просто вопросы времени а те кто он не смогу скажем так перенуть перену перестроиться быстро то есть они будут замещаться на более молодых динамичных но опять же это игру то есть вот процесс на ускоряется настолько чтобы результат в статье вот так футурологи там думали что у нас через пять через пятьдесят лет будет заселение в отель через через зайди она уже сейчас уже возможно нас по сути сейчас где-то и сдерживает только законодательство и все давайте вот как раз тогда поговорим о перечислим от основные преимущества которые эта технология дает отельером первую боль которую мы закрываем это вообще в целом уменьшение количества администраторов либо его ее вычеркиваю бизнес-системы систем бизнес-процесса в целом то есть это работает там до 100 номеров это работает то есть можно даже без администратора сейчас мы на 70 на 50 номеров тестируем вроде бы никаких проблем не возникает уже год что еще но вот например с помощью замка вот вы уже упомянули ты упомянул что накапливаются определенные данные в том числе она ушел вообще в целом некая статистика вот это же тоже наверное преимущество определенное для отеля что с этими данными можно делать это бигда за счет этой бигдаты можно сделать вообще-то коздеф то есть и улучшить вообще понять вот например один из примеров да мы поняли что люди не часто заходят в номер со мной как таковое но при этом активируют алису или или телефон либо телевизор вот сразу включаются мы это поняли сразу зайдя на первое действие да то есть соответственно мы на всю там у сети норки купили там алиса они везде успешно работают как бы и мы увеличили вовлеченность аудитории даже это в отзывах отмечают и повторность бронирования вообще на самом деле главное мы к этому подошли собственно главная история это увеличить повторность заказа вот для как как оказалось для экосистем это очень важно и для гостей это очень важно да и для именно поэтому яндекс и заинтересован установки своих алис это же тоже данные пользователи внутри на которых пока никто не знает а вот вот это ваша технология она же наверно тоже будет их вот эту биг дату можно использовать для каких-то управленческих решений или для я знаю течение каких-то пользовательских пользовательского поведения вообще-то ну в целом эту биг дату я бы скорее использовал есть как и есть еще одна боль который мы подходим это воровство персонала это на самом деле такая чувствительность что налички нету соответственно да налички нету это очень удобно стало мы естественно как первопроходцы а я как через все-таки момент коммерческий директор сети я очень боялся в целом переходить на предоплату пол казалось полная предоплата безусловно мы все возвращаем просто халдируем деньги если отмена мы возвращаем а то есть соответствии законодательством полностью работаем но посмотрел на маркетплейс и когда валверс перешел на полную предоплату вот потом озон до этого был на полной предоплате за товар они тоже возвращают деньги почему бы в отельной сфере это не попробовать если че и тем самым мы на 30 процентов уменьшили процент отмен казалось бы вот такие неожиданные результаты мы можем за счет этих то есть это еще и получается снижает количество отмен до это уменьшил указать уменьшает или сокращает или обнуляет потери вот связаны именно с уменьшать количество бухгалтеров собственно которые ведут и финте и кто ведет финансы явно уменьшает количество то есть у нас справляется команду три-четыре человека такой большой а вопрос по поводу оплаты тоже вот смотри допустим вы заселяете гости сделайте при авторизацию карты на стоимость номера а в этом номере мини-бар например все что можно заказать во первых можно через алису яндекс лавку заказать я веду как оплачивается дополнительно обычно же отель либо депозиткой требует либо каким-то образом должен убедить что вот он человек взяли подпись и так далее ну потому что депозит нашей стране тоже такая история то есть многие отели сели без депозита но по камере вот я увидел я его знаю там он подписал там какую-то бумажку а тут незнакомый человек куда-то прошел и заплатил там условно и не знаю пять тысяч рублей за номер съел выпил мини-бар уехал еще остался должен ну холдирование ну предавторизацию на эту сумму можно же оставить на весь период а есть такая возможность у всех да естественно это все настраивается гибко то есть хотите мини-бар да 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 и вар открылся тоже должно да плюс еще до в оферту по правилу проживания и так далее можно же положить юридическую вязку связанную с тем что если за это платить так преимущество понятно минусы какие то есть в этой технологии минус это наверное консерватизм рынка все-таки там рынок на 30 процентов он я заметил консервативен в этих вопросах и до того что для них технология и новый какой-то подход это немножко но немножко сложно осознать нужно чтобы было большое масштабирование чтобы это было на слуху чтобы были примеры использования поэтому мы собственно начали на своих отелях полностью экспертизы завести завод по производству замков еще не открыли в китае покупаете соответственно да у нас эксклюзив я наверное могу уже об этом говорю нас эксклюзив именно на определенную историю специально вырубленную под нас вот хотели в россии делать но почему-то дороже вышло в итоге при этом у нас как бы мы пробовали очень много моделей мы наверно полгода только пробовали разные замки с александром и только потом мы пришли к одной который нам сто процентов подходит вот и сейчас у нас эксклюзивно там просто к воюте всегда нужен шлюз а я недавно прочитал что самокатные системы раньше просто самокаты электросамокаты продали достаточно давно появились на рынке вот но это стало шерингом когда начали внутрь самоката вставляется сим-карту оказывается до этого не плохо продавали самокаты то что физлицам продавали а как из этого сделали монетизацию другую да и засунули условно говоря передатчик шлюз с модулем вот так сразу стал стали большие компании покупать и делать экосистемный продукт который потом на венчурном рынке приобретать то же самое здесь то есть мы взяли замок который внутрь вставили тоже вай-фай потому что в основном у всех вай-фай у кого есть отельный играется всего самого то ставили вай-фай передатчик внутри прям который вообще не сильно батареи есть на 4 батарейки вообще не сильно касается там очень оптимизированный алгоритм и это по сути стала пробной точкой не нужно покупать допор оборудование ввести эти шлюзы по потолку для уйти это очень частая история когда ты двигай например и так далее когда ты шлюзы покупаешь у нас мы наоборот двигаемся вперед и стараемся это оптимизировать и поэтому мы большие истории сделали именно с уже одним устройством которое будет ну там трех разных цветов и моделей но при этом начинка одной который будет собственно масштабироваться как ты видишь развитие будущее развитие индустрии с учетом вот этой технологии на которой возможно будут влиять другие технологии которые сейчас в общем на подходе скажем так меняют рынок вот какой считаешь ли ты что этот что технология является таким имеет дезруктивный вот этот эффект меняющий рынок и в чем он game changers то что да называют game changer и в чем его эффект я считаю что главное что мы должны сделать это у нас продукт получается би ту би ту си по сути вот и главное что мы должны сделать это сделать что-то удобно для как для битвы так и для би ту си соответственно я вижу по нашему темпу развития вот такой просто по подключением до системы там тысяча собственно устройств вот я считаю что рынок уже хочет этот продукт в целом и наверное только хорошая коллаборация либо smart investment smart money да в экосистеме дадут такой эффект синергетический синергетический так ну мы этого безусловно хотим что мы не только бы в россии уже не только в россии еще это было следующего правила вот соответственно мы хотим чтобы это было еще быстрее и чтобы ну даже сейчас мы берем москву да то есть условно говоря я выхожу там из офиса на кита горе я понимаю что на моросейке есть клея у нас уже есть партнер потом я думаю спросить и вижу вспоминаю что вы спросите у нас есть уже партнер подключенный там вообще в и в целом москве тоже очень много а так в целом ну наверное когда мы станем больше битусе да то есть за счет или коллаборации или за счет каких-то больших привлеченных инвестиций да только тогда мы станем меняющими игру с либо сами органически будем развиваться такой тоже пример есть это просто это просто быстро органический рост он тоже сейчас он на самом деле у нас такой есть вот но такого быстрого спреда развития видим наверно там контексте пяти лет мы там подключим порядка там ста тысяч помещений 100000 да ну это просто заряга нет это при органическом росте а учитывая что рынок 5 миллионов юнитов просто помещение которые сдаются до 5 миллионов это план минимум просто а какие то упомянул что вы есть на других рынках на каких рынках сейчас присутствует и какие планы по развитию вне россии да но мы отталкиваемся вообще от того куда плывут китайские короли в плане какая логистика китая чтобы через россию не переслать чтобы напрямую вышла софт устанавливается прям после установил замок приложение загрузил и все тебя есть 20 языках на вставить не самая сложная история вот мы там где наши уже тоже есть да то есть индонезия например там остров бали тоже коллеги есть некоторые вот и хотим зайти вообще в юго-восточную азию потому что видим там большие перспективы рост потому что там очень большое количество населения во-первых во вторых там очень низкая низкая база эффект низкой базы наверно я бы так сказал это хороший инвест климат особенно для таких технологий особенно в части отелей потому что там слабая автоматизация его совсем нет мы также там специально придумали замок это не замок это сейф они привыкли я не знаю почему индонезийцы привыкли все-таки открывать вот ключами но мы это тоже автоматизацию победили мы им поставили вот такой кибокс маленький где вешается замок и который работать на тачпаде нажимаем либо по приложению и сразу открывается и ключик забирается ну надо же так скажем уважать и знать своего клиента даже другом рынке и пытаться под него подстроить то есть это просто кастомизация вашей технологии да 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 ну да такая по сути модель все равно она прокидывается да ну да это такая синергия архаизма и чё-то нового ну прикольно получилось за боже рынки рассматриваются пока нет они большие безусловно но я бы хотел уже самое главное устоявшиеся они устоявшиеся то там как там уже есть игрек есть такие же ну да например наверное есть сеть citizen вот они уже достаточно давно четыре работы также международная управляющая компания большие бренды они тоже используют в рамках своей внутренней истории тоже вопрос который не могу не задать говоря вот принципе о власти то что я под властью понимаю не только государство но и например каких-то крупных игроков рынка которые имеют но скажем большие доли рынка большие там какие-то свои преимущества или вообще монополистами является вот условный яндекс у которого есть там большая экосистема продуктов и самое главное конечно большие данные о пользователях в какой-то момент наверное тоже захотят сыграть или государство решит что яндекс или сбер захочет сыграть на этом рынке вот может так это еще быть при том что я согласен всем что государство интересована в централизации но она может скажем решить что ну вот такого рода скажем так технологии управления гостиничным бизнесом должны быть сосредоточены там каком-нибудь сбере который вот сейчас там строит отели например участвуют в этом без или в его яндекс или еще у кого-то понимаете ли вы что в какой-то момент к вам могут прийти и сказать мы покупаем ваш бизнес вот вы условно сделали mvp запустили работает класс и тут приходит яндекс говорит или сберет ребята супер теперь хотим строить мы и сделать предложение которое вы не сможете отказаться а вот рассматривается ли такой сценарий если быть ну вот очень не сможем отказаться то почему бы и да ну то есть просто это логично то что смотрите вот это же еще история мы про это не говорили но ведь это же еще и по продвижение на битусе рынке то есть вот все эти приложения и так далее которым пользуются гости это в общем ну как бы отдельная история стать успешным битусе рынке наше время крайне сложно и крайне дорого и тут вот как будто без этих экосистем не обойтись вот почему знаю да тут я даже сказал что интересно вот мы опять же то есть есть ощущение что вот данные технологии вот вот наверх чему это придет вот в финале еще даже не про отельный рынок вообще про рынок вообще все издачу то есть масса у нас в россии то скорее всего всех подведут вот к следующему что есть даже если будешь потом сдавать свою квартиру то есть где-то тебя попросит установить эту систему чтобы как бы пряник то есть если это поставил у тебя это будет какая-то ты легализованная льготная скидка у тебя все хорошо если нет есть и не поставил и попался будет уже проблема и я думаю что к этому придут достаточно быстро то есть как бы приду 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 пример даже опять же вот мы там думали как то то есть бигдата у государства уже есть то есть и мы вот общались скажем так с определенными людьми ну людьми это выду вы думаете что вот те кто сдает там квартиры мы их не видим мы видим а как это делаете это очень просто велита а мы даст достаточно чтобы на вашем вай-фай было регистрацию двух трех пяти шести людей из других регионах не связанную с вами его можно задавать вот кто все эти люди и все то есть прям вот и элементарно просто и тогда не племя один из примеров у них этих бигдата очень много сейчас это после не происходит под но потому что он какой рано еще вот но как-то как только будет какой-то живой инструмент как только на который смогут они органично применить это будет применено я думаю что мы еще здесь ждем какой-то коллаборации с компанией которая сильно уже в битусе вот и соответственно сможет продвигать и наш продукт и получать от этого какие-то свои дивиденды друзья мне кажется это очень интересная технология заслуживающее внимание особенно с учетом развития технологий в нашей индустрии и мы с богданом заранее договорились что сделан для вас зрителей подписчиков канала небольшой подарок богдан расскажи пожалуйста что мы предложим нашим зрителям да специально для подписчиков данного канала мы разыграем ряд подарков которые непосредственно помогут нашим ательером добиться самых лучших результатов в первую очередь мы предоставим на тест так скажем пробный замок вот бесплатно установим покажем все преимущества системы это первое второе это мы поможем в части ценообразования равеню экспресс аудитом и рекомендации по данной модели на 3 года вот такой подарок какие еще раз получается что мы от технологии room sharing если я правильно понимаю предлагаем протестировать эту технологию на примере одного номера одного замка в отеле вы соответственно подключите к своим данным там продаж приложения и так далее и можно будет посмотреть и понять как это работает и подходит ли это для вас разобраться на это бесплатно на какой период на весь а вообще всегда супер и второе компания управляющей компании норки сделать для вас экспресс аудит системы управления доходом и вы можете тоже соответственно получить какие-то инсайты для себя поэтому наверное правильно если мы в комментариях вы в комментариях оставите либо слово замок если вас интересует тема с тестированием технологии или доход если вас интересует экспресс аудит от компании управляющей компании норки а через месяц нормально мы случайным образом выберем двух победителей этих двух замечательно предоставленных призов и проинформируем вас также комментариях нас победительницы свяжемся уже лично все верно да все верно спасибо алексей друзья спасибо большое что посмотрели этот выпуске надеюсь он вам понравился и в завершении небольшая заключительная мысль от меня вот сегодня мы увидели с вами как на примере всего лишь одной технологии меняются бизнес-процессы в отелях и меняется бизнес-модель модель самого отеля более того строится новый проект который претендует на масштабирование в нашей индустрии и мне кажется нам с вами всем нужно обязательно следить за появлением таких новых проектов и новых бизнес-моделей на базе технологии 4 промышленной революции потому что я убежден на горизонте 5 7 10 лет точно они изменят нашу индустрию до неузнаваемости оставайтесь на нашем канале подпишитесь обязательно поставьте лайк этому выпуску и увидимся в новых сюжетах пока и и и